здравствуйте интересное дело тут смотрел верховный суд речь идет о деле 307 дефис с 22 дефис 408 от 23 июня 22 года значит суть спора у нас есть земля в российской федерации которая предоставляется соответственно в рамках аукциона на пользование так вот первоначально земля была предоставлена для порубки леса заготовление леса и второй аукцион состоялся для заготовления чаги ну то есть на березах таких штуки растут заготавливают и используют в лечебных целях соответственно два аукциона было проведено но последующая регистрация одного из аукционов не состоялась по мнению чиновников значит возникла коллизия связь с тем что невозможно использовать одновременно участок для двух этих целей якобы они противоречат на самом деле никто не не ограничивает возможность договориться арендатором но пользователям этих земельных участков о последовательной работе с ними то есть сначала собрали чагу потом спили лес это вполне реально и вот этот спор прыгал прыгал и дошел до верховного суда но верховный суд во-первых указал что все в принципе возможно физически сделать во вторых что самое интересное верховный суд указал что не стоит руководствоваться пленумом высшего арбитражного суда поскольку пленум во-первых уже как бы не особо актуален по причине отсутствия самого высшего арбитражного суда его реорганизовали объединили с верховым судом а во вторых сам пленум у нас написан по старой редакции лесного кодекса то есть фактически суды трех инстанций руководствовались практикой которая была написана не для того лесного кодекса это на самом деле очень интересное событие в нашей жизни поскольку суды продолжают пользоваться не только документами высшего арбитражного суда но еще и информационные письма используя их как источник права хотя судебные органы у нас не являются законодательными и не могут подменять собой законодательную власть вот так что данную тему можно откомментировать для адвокатской газеты сегодня или понедельник выйдет публикация на этот счет мы наверное и конечно же повесим в комментариях данному видео как и ссылку на данный судебный документ поэтому если вы судитесь обращайте внимание на практику которую вы видите в решении суда проверяйте насколько она актуальна когда она написана и какая редакция закона действовал когда ее писали это очень сильно может помочь вам сэкономить на юридических затратах поскольку вы изначально на более низших инстанциях сможете обосновать грамотно свою позицию на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал а также читайте нас водокатской газете